Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители канала Домашний очаг с Мариной. Сегодня я продолжаю выходить в эфир, давать вам видео задания или видео советы по организации уборки в доме и, наверное, организации прежде всего себя. И вчера, и позавчера я много говорила с вами о духовности зоны нашего дома. Это гостиная, это действительно связь с миром, но прежде всего это сердце, это центр нашего дома. Я надеюсь, что первые два дня этой недели, понедельник и вторник, вы действительно почувствовали уже результат встречи со мной. И те задания, которые я вам предлагаю, не заняли у вас очень много времени. Но я уверена, что для многих, особенно работа в понедельник, вот как бы сняла груз с души. Вы очень много сделали, привели в порядок документацию. И ту зону, в которой мы работали, действительно вы уделили достойное внимание. Сегодня у нас среда, 29 июня. Практически месяц подходит к концу. И мы работаем в зоне гостиной. Я очень хочу, чтобы вы обратили внимание сегодня на мягкую мебель. Я уверена, что у каждого все-таки в гостиной есть мягкий уголок, есть кресло, есть стульчики, есть пуфики. Очень многие любят мягкие подушечки, покрывала. У многих может быть еще достаточно ковров на полу, на стенах. Хотя сейчас уже тенденция складывается так, что стараемся к минимализму. Поэтому это тоже имеет место быть. Сегодня я хочу с вами поработать вот именно в зоне мягких вещей. Это диван, кресло, все, что я уже перечислила. Дорогие мои женщины, если у вас есть покрывало, может быть, какие-то мягкие принадлежности, я советую вам сегодня это все снять. Конечно, поместить в стирку или отвезти в химчистку. Посмотреть на свою гостиную, может быть, другими глазами. Потому что очень важно, чтобы она была свободным центром мира. Чтобы она была не загромождена, не захламлена. Очень часто кто-то из членов вашей семьи использует кресло или стул как шкаф. То есть придя с работы, может быть, и вы тоже этим грешите. Есть такая пословица, что самый лучший шкаф – это стул. И у вас действительно в гостиной собрался ворох вещей, которую кто-то из членов семьи забыл положить в шкаф или в стирку. Поэтому сегодня обращаем внимание и на эти предметы. И мне очень хочется обратить внимание на то, что очень важно правильно мебель расположить в доме. никогда по духовной методике кресло или стул. Ну, конечно, мы все живем в таких маленьких помещениях. Это очень сложно сделать. Но если есть у вас возможность, не располагайте предметы кресла или стул именно как раз напротив двери. Потому что эта зона является как бы потоком энергии. И все, кто заходит в гостиную, очень некомфортно себя чувствует, если будут упираться взглядом. Например, кто сидит у вас в кресле, читает газету или просто отдыхает. Всегда вот поставьте чуть-чуть наискосок. Ну вот по эзотерике, по духовной методике считается это очень важно. Сегодня работа, я думаю, у вас достаточно легкая. Приведите все в порядок, расставьте. Может быть, вы захотите переставить композицию из мягкой мебели. Такое тоже может быть. Обратите внимание на все мягкие покрывала, подушечки, пуфики и приведите в порядок. Дорогие мои друзья, очень часто в гостиной, в зале у нас находится очень много принадлежностей, которые нам кто-то презентовал, подарил. Это могут быть сувениры, это могут быть аромалампы, это может быть множество-множество принадлежностей, которые отягощают ваш дом. Посмотрите, пожалуйста, цены ли они, нужны ли они вам сегодня, не собралось ли склад в этих вазочках или рюмочках, вот скажем так, шкатулочках, каких-то таких ненужных принадлежностей. Может, вы снимаете бижутерию, может быть, ювелирные изделия. У вас просто вот так лежат, вот в таких вазочках. Я бы хотела, чтобы вы сегодня все это организовали для бижутерии, для ювелирных изделий. Обратите внимание, заведите органайзеры, так называемые. Это могут быть шкатулочки, могут быть коробочки, могут быть красиво оформлены. А может быть, вы увлекаетесь декупажем, и как раз сегодня у вас будет минутка, то, чтобы украсить этот органайзер, очень необычно и эксклюзивно. Поэтому очень интересное направление есть в творчестве. И обратите внимание сегодня на то, что вы носите, как вы носите, и в каком состоянии находятся предметы, которыми вы себя украшаете. Добавляете какой-то изюминки, может быть, или вот гармонирует ли бижутерия с вашим внешним видом. Мне очень интересно в комментариях от женщин услышать такой совет. Ну, вы, дорогие мои зрители, на моих двух каналах, Марина Цветы и вот домашний очаг с Мариной, практически всегда видите меня в какой-то бижутерии. Ну, вот сейчас только часы на мне. Это тоже, в общем-то, можно отнести к украшению женщины. И мне очень хочется узнать, а как вы относитесь сейчас в это время к бижутерии или вот к ювелирным изделиям? Кто-то очень любит золото, кому-то дарили родители золото, кто-то отдает предпочтение серебро и чувствует себя очень комфортно, потому что серебро – это такой интересный материал. Он действительно излучает ионы серебра, которые нас защищают и отрицательной энергии, ну и все-таки многие очень комфортно себя чувствуют. Верите ли вы в то, что камни могут нам помогать усиливать, аккумулировать нашу энергию или защищать? И вот мне очень-очень в комментариях интересно ваше мнение. Поэтому, убирая в органайзеры свои украшения, пожалуйста, проанализируйте, что вам комфортно, что вы используете для каждодневного, может быть, украшения себя, а для каких-то мероприятий очень таких серьезных. Конечно, изделия должны быть более достойные, более дорогие и ценные, скажем так. Вот, поэтому сегодня вот такое интересное задание у меня для вас будет. Оно очень маленькое. Мы с вами займемся зоной мягкой мебели. И мы сегодня займемся с вами зоной женских украшений. Поэтому я жду ваших комментариев, потому что все зрители читают под видео советы ваши, очень интересно. И мы, может быть, создадим какой-то такой общий тон настроения нашему каналу. Вот такие советы и секреты сегодня я предложила вашему вниманию. Пожалуйста, я завтра выхожу снова к вам в эфир и надеюсь на протяжении всего 2016 года. для того, чтобы дать вам видеосовет, видеозадание по организации себя и уборке в нашем доме. Спасибо, что вы были со мной. Ставьте класс, поддерживайте мой канал. И мы не потеряем друг друга.